всем здарова народ с вами варчик в этом видео поговорим с вами про объект 277 этот видос наверно сложно будет назвать гайдом после трех отметок но все же я вам расскажу все что почувствовал и понял про танк пока играл на нем получил на нем три отметки довольно таки быстро поскольку планка на три отметочки 400 400 суммарки на десятом уровне это не сильно много это обычная невысокая планочка можно сказать что низкая но бывает конечно и поменьше но вся суть в том что не просто так 400 а потому что людям лень реализовывать такой сложный танк а он реально сложный очень противный и на нем нужно потеть в очень много мелких всяких деталей механик концентрироваться на всяких мелочах в бою и ты непосредственно потеешь весь бой сражаешься не только против врагов но и против своего неудобного танка какие основные неудобства в нем это то что орудие опускается крайне плохо играть через рельеф и практически нереально так мало того что орудие не опускается так еще и броня в корпусе во лбу просто отвратительно если посмотреть collision модель то там что в лд что нлд 200 210 миллиметров она еще и щучьим носом за счет чего танковать бортом плохо и тяжело поскольку к ты танкуешь бортиком от стеночек камешков и так далее у тебя часто торчит щека ее легко пробивают потому что там нет брони лбом этот танк практически не танкует корпусом вообще а вот броня в башне отличная броню в башне пробить практически нереально в лоб там есть небольшой лючок но даже в нем 240 миллиметров что в принципе неплохо так еще и триплекс посреди лючка торчит что тоже может помочь вам в танковании башня отличная но вот если были бы у военчики и броня во лбу корпуса получше а так получается что на танке крайне тяжело играть на нынешних перекопанных картах и это еще не все беды которые меня раздражают на этом танчики еще у него какая-то отвратительная стабилизация стрельба точность вроде по цифрам точность 038 сведения 27 но в целом это не очень но если поставить нормальное оборудование экипаж посадить хороший вроде бы цифра становится лучше но по ощущениям лучше ничего не становится она как было кривущая так остается кривущим пробитие очень хорошая 265 б башкой 340 кумулятивом вот беда только в том что выставить свой танк правильно чтобы стрелять по врагу удобно и не получать люлей очень тяжело в этом основная проблема так еще и она попадает крайне редко очень много боев у меня на нем было когда половина снарядов просто то не попадает то не пробивает пушка реально кривоватая реальные плюсы танка это его скорость максималка 55 километров и удельная мощность 17 он реально летит можно спокойно ездить со стешками но что вы будете делать на рельефах конечно неизвестно броня в борту очень хорошие там очень большой наклон корпус по сути как треугольник какой-то напоминает объекта 257 на девятом левеле но беда в том что танковать бортом неудобно из-за этих закругленных щек на vld и отсутствие в принципе брони во лбу корпус даже обратным ромбом танковать смысла нету поскольку там тоже идут какие-то скосы и закругления на корме из-за чего танк получается какой-то как овальный ты какой стороной его не поверни хоть передом хоть жопой все время будет такой ровный скос в сторону врага который легко пробивается за счет этого складывается впечатление что нужно танковать как на 257 перекручивать слишком сильно борт выставлять его под каким-то неадекватным углом и уже должно казаться что он должен пробиваться этот борт но скорее всего он должен по идее танковать если в коллижен модели посмотреть сколько там брони то там 300 500 400 конечно она там скачет очень сильно по идее она должна танковать но я не пробовал по идее нужно выкручивать борт очень сильно и тогда он будет танковать бортом от стены но в любом случае когда вы будете выезжать стрелять у вас все равно будет торчать это щека и пробивая ее как хочешь там всего лишь 200 миллиметров самые приятные позиции на этом танке это там где не нужны у вены и полностью прячется корпус таких позиций не так уж много их нужно запоминать на каждой карте и пытаться их разыгрывать но не в каждом бою эти позиции вообще будут играбельны или эффективно в любом случае типа у вас есть скорость на этом танке вы можете в любой момент успеть на другой конец карты поучаствовать там тоже в замесе в целом вывод по танку он мне не понравился вообще в кланах его часто берут для клана он якобы нужен поскольку он быстрый но вот для рандома я считаю что это танчик не очень для ценителей для любителей для разнообразия для тех кто хочет запотеть в очень сложный танк на котором некоторые делают высокий результат но как показывают планков четыре тысячи сто суммарки на три отметки большинство людей не хочет заморачиваться и потеть настолько сложный танк слишком много на нем нужно делать для того чтобы правильно и хорошо играть у меня на нем не получился слишком большой результат как на кранвагене но три отметки я взял довольно таки быстро танк меня немного бесит и раздражает поэтому учиться на нем делать результат еще больше желания особо нет вот такой вот танчик я считаю что он чисто на любителя в некоторых боях он реально показывает свои плюсы по максимуму крепкая башня и скорость а в некоторых боях ты просто мучаешься из-за брони в корпусе и у венов по поводу оборудования сначала я пробовал играть закалкой досылателем и стабилизатором мне показалось орудие чересчур кривым и я вместо закалки поставил улучшенный прицел стрельба стала лучше но все равно я бы не назвал ее кайфовой так себе стрельба все равно с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем пока а Продолжение следует...